Всем привет! Вы видите и слышите Стефаныча Альбертыча, вот надо мной. Стефаныч? Тут Альбертыч, вернее не тут, а вот тут, потому что мало ли, не так интерпретируют знаки, невербальные движения, вы знаете, в разных странах могут по-разному интерпретироваться, поэтому я обоюдно показал, чтобы никого не обидеть, собственно. Я нахожусь в серой Калифорнии, Стефаныч в солнечной Белоруссии, поэтому мы стараемся оглядывать события в мире за прошедшую неделю со всех сторон нашей планеты и будем стараться это делать. И у нас тут проблема небольшая, потому что мы готовимся к нашим выпускам, как бы не думали наши зрители и читатели, мы собираем, что нам интересно, собираем в такую папочку. И тут я с утра просыпаюсь и, блин, все, что мы готовили, можно отодвигать на задний план, потому что в России Владимир Владимирович Путин выступил с посланием к народу, так сказать, и в его процессе. Сначала заявил, что будет менять конституцию, а потом, после этого, буквально через два часа, правительство России подало в отставку с формулировкой, чтобы не мешать Владимиру Владимировичу проводить его реформы. И постепенно мы сейчас, собственно, начнем это обсуждать, хотя Влад был на работе, я только проснулся. Нет, я успел, кстати, после работы посмотреть и различные ленты различных агентств, даже успел посмотреть, выслушать мнение нескольких экспертов на этот счет, даже бывшего министра финансов, экономики, вернее, России и так далее. Это Кудрино, что ли, которого как раз и прочат в следующие? Нет, нет, 92-го, 93-й год, да там не важно, там главное, уже там какие-то инсайдерские ленты в Телеграме передавали о том, что стоит за этой отставкой. На самом деле эта вода, в общем-то, извините, буря в стакане, ничего на самом деле за этим не стоит. Я предлагаю по очереди сделать, давай сначала, какие изменения в Конституцию предлагает внести Путин, и самое интересное, я еще отмечу, что это не планируется как референдум даже. Возможно, как вот сейчас Песков сказал, выступил, что возможно это будет, проведут какое-то голосование среди народа, но это как консультативное, потому что изменение в Конституцию по закону Российской Федерации может вноситься конституционным большинством в парламенте, которое есть сейчас у Единой России. Так что... Совершенно понятно, что никакой роли реальной на решение верхушки государства российского, в общем-то, это не произведет, на мой взгляд, субъективно. Ну и вот, что предлагается изменить в Конституции? Во-первых, ограничить приоритет международного права. Как будто вот до этих изменений Россия не клала большое что-то на международное право. Все решения международного там суда еще чего-то по-хорошему игнорируются именно на территории России. То есть они выполняют... Решили сэкономить, да, решили сэкономить. Там не сильно были большие, в общем-то, и затраты для российского бюджета на выплаты по этим судебным решениям европейского суда, там, допустим, по правам человека, но решили сократить эти расходы. Ну а почему нет? Чем экономнее, тем лучше. Рассказывай дальше. Изменить процедуру назначения правительства России главу правительства, заместителей министров будет утверждать парламент. То есть теперь, чтобы... Ну вообще-то на самом деле было еще и при Ельцине, это потом изменили... Ну при общей контрольности парламента без разницы, кто там, что там будет назначать, потому что на самом деле в итоге будет мнение одного человека или нескольких человек, представителей верхушки, которые будет, в общем-то, озвучивать Дума, и тут тоже, опять же, ну... Это тоже, опять же, будет видимость, видимость создания для широких масс народонаселения, видимости демократии и некоторой типа либерализации. Хорошо, рассказывай дальше. Изменить процедуру назначения руководителей силовых медомств. Президент будет назначать их после консультации с Советом Федерации. То есть до этого он не консультировался, теперь надо поконсультироваться еще с Советом Федерации. Даже не в том плане, что Совет Федерации утверждает их, а вот надо проконсультироваться сначала с ним. Это очень важное изменение для Конституции, конечно, это все... Ну, понимаешь, это все напоминает такие, вот знаешь, на Востоке, вот в различных каких-то там халифатах было очень много ритуалов. Особенно это касалось Средневековья и Европы тоже. То есть предшествовало назначению очень большое количество ритуалов. Как бы советы какие-то, потом это могут быть совместные, не знаю, какое-нибудь богослужение, ритуальные танцы, что угодно. Но на самом деле всем было понятно, что все решает халиф. То есть вот что он скажет. Но вокруг этого очень много было танцев каких-то, не знаю... Ну, я считаю, что если бы в Конституцию внесли предложение, что президент России должен провести ритуальный, хотел сказать, гопак, но это украинский народный танец. Какую ритуальную калинку-малинку во время назначения министров, вот это вызвало бы полный одобрям с населения. И все с удовольствием бы смотрели трансляцию этого дела. Но консультация Совета Федерации это какая-то такая... Понимаешь, главное, чтобы, да, вот эти представители только Госдумы, они танцевали, а вот, в общем-то, президент играл как диджей с пластинок, винилов. Он вроде как не играет ни на каких музыкальных инструментах, хотя я могу ошибаться. Вот знаю Медведев, да, он играл на бас-гитаре. И он бы играл какой-нибудь хард-рок, а все там трясли хайрами, было бы, кстати, очень весело. Кстати, группа Медведева, нынешнего премьера, в свое время хотела вступить в Ленинградский рок-клуб, ее не приняли. Вот, он, кстати, очень любит группу Deep Purple. Вот мы не играли бы дым над водой, все отрывались, это бы было ритуалом принятия силовых министров. Но в России все по-серьезному, мужики не могут таким, взрослые мужчины таким заниматься не могут. Зато вот четвертый пункт, мне кажется, самый главный, из-за чего, собственно, затеивалось все это изменение Конституции, изменить положение о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Здесь имеется в виду, что до этого в Конституции России написано, что, в современной Конституции, что президент не может быть, человек не может быть президентом более двух сроков подряд. И за счет этого Путин, например, пошел на третий срок, на четвертый, потому что, типа, мол, подряд нельзя, а не подряд можно. И вот сейчас, типа, он хочет внести в Конституцию, что просто человек не может быть президентом больше двух сроков. Убрать слово подряд, вот это имеется в виду. Так, ты меня слышишь? Вернемся, в общем, так получилось из-за технических проблем, то, что мы неделю назад, вот сейчас вы увидели смену картинки вообще, я так понимаю, и Бубин находится, э, Стефаныч находится сейчас в Риме, я, как и был, так и сижу в Калифорнии, и поэтому он выкроил время среди своих гастролей. Кстати, как там у тебя проходит, или ты... Ты знаешь, у меня должен был состояться концерт в одном из римских клубов, он не состоялся, но я так хорошо провожу время, что ты знаешь, я очень доволен, что это не состоялся, я посетил тут 9 или 8 музеев в Ватикане, посмотрел картины Миколанджело, Рафаэля, и вообще все очень хорошо. Поэтому провожу очень хорошо время, когда вот иногда что-то не состоится, и появляются другие возможности, это очень-очень хорошо периодически бывает. Поэтому мы, как настоящие с тобой патриоты, ведем из разных стран, ты из Соединенных Штатов Америки, я из Италии, в душе мы очень будем переживать за Родину, но вдалеке. Вдалеке, издалека. Издалека, письма издалека. Вот, или будет у нас называться, или как обустроить нашу Родину. Ну, и вот это я как раз параллельно включил видео о том, какое новое правительство появилось в России, то есть пока мы за границей, народ у себя в стране обустраивает Родину, назначает новых министров. Мы вот неделю назад, когда произошли эти технические проблемы, мы обсуждали изменения в Конституции, которые Путин предложил, и остановились на том, что он предлагает убрать из Конституции слово подряд. То есть президент выбирается народом на два срока подряд. До этого вот так было. И за счет этого Путин смог еще раз прийти к власти, мол, два срока подряд я отсидел, а потом могу опять, Медведев побыл президентом, и опять могу быть президентом. Теперь убирается слово подряд, и в Конституции типа будет быть президентом, можно только два срока. Все, подряд, не подряд, просто два срока. Но здесь проблема в том, то есть уже прошло столько времени, мы это пока Род переваривает, очень многие считают, что это конституционный переворот. в общем-то в России происходит. Объяснение здесь в первую очередь в том, что из-за поправок подвергаются опасности основы конституционного строя. Предлагается не вносить поправки напрямую, а поправки, а поправками в остальные главы лишить их силы. То есть, по мнению некоторых политологов, наверное, многие могут, комментаторы сказать, либеральных и прочих, Путин таким образом производит конституционный переворот. Да, он типа вроде бы лишает себя власти в том плане, что он не сможет еще несколько раз быть президентом, но при этом вводятся некоторые другие структуры, в которых он сможет занять властное место и продолжать влиять на политику страны. Кроме того, происходит еще и централизация власти. В России очень большая, где все начинает подчиняться центру, то есть там назначения многих, ну то есть, что давным-давно сделано в Беларуси. Вот у тебя ощущение есть, что это конституционный переворот вообще? Да, мне вообще ощущение, что это произошло, переворот произошел очень давно. Это просто, вот сейчас то, что происходит, это какая-то мелкая необходимая формальность. Да. Тем более посмотреть, кто в этом правительстве, вспомнить Мутко, который задевался, если не ошибаюсь, олимпийскими играми и спортом, и к чему это привело, это известно. Ну и другие многие лица тоже весьма себя, мягко говоря, хорошо в кавычках зарекомендовали. Если говорить о том, что это по белорусской схеме, нет, это просто другая схема. Обычный такой добрый рейдерский захват власти. Мне вот понравилось, что запрет слово подряд. Я вообще слово подряд запретил теперь в России. И запретил слова семейный подряд, стахановский там, не знаю, вообще слово подряд, несколько раз подряд, приходил несколько раз подряд к жене. Вот. Я бы запретил говорить слово подряд, а сказал еще раз приходил. То есть подряд слово надо в России запретить, и вот это было бы вот более такое мудрое решение. А к власти, да. Я бы сказал, что в России, я не знаю, то есть как к этому кто относится, но по-моему в России на конституцию уже давным-давно все, я буду использовать слово, насрали. Когда им надо, они о ней вспоминают. Когда не надо, говорят, что вот суд решит, идите отправляйтесь в суд и замучаетесь по судам пыль глотать. И то, что сейчас вот это что-то вносится, какие-то изменения, это скорее, знаете, вот, ну, для придания какого-то вида порядка, что ли. Как это вот по-другому сказать? Это называется придать легитимности, да. Вот, в общем-то, это советский очень подход на самом деле. Когда многие люди там, не знаю, работали дворником, а сами играли рок-н-ролл, рисовали картины или там занимались порцовкой. Влад, извини, пожалуйста, но ты пропал, твое видео пропало почему-то. И вот сейчас, пока мы разговариваем, идет, у меня видеоряд идет, который показывает, какие министры остались, какие вернулись. Народ обсуждает вот эти назначения, станет лучше, станет хуже, да будет то же самое. И понимаю, чего вы ожидаете? То есть, как может что-то поменяться в России серьезно, если у власти все те же самые люди? Какая разница, каких они министров назначат? Это люди... Ты не прав категорически. Вот ты... Есть такая песня, как раз поколение людей Путина, Медведева, и пел ее известный народный певец, бояист Фредди Меркури. Назывался на «Шоу маст гон». Вот шоу должно продолжаться, и народ требует... Вот я в Риме сейчас, тут народ много лет требовал хлеба и зрелищ. Вот с тех пор, тысячи лет, в общем-то, ничего не изменилось. Вот людям когда-то был хлеб. То есть, эти в Италии хлеб очень вкусный, и он превратился в пиццу. Вот. Так давайте, как говорится, выпьем за то, чтобы хлеб превращался не только в пиццу, да, он еще обсыпался икрой, там, не знаю, обрастал маслом, и тогда люди будут довольны. А вот зрелищ тоже надо. И вот эти все смены правительства, и вся эта история, это прекрасное зрелище. Это не просто зрелище, это сериал. Понимаете, Мутко ушел, Мутко пришел. Там кто-то... Это интересно. Людей надо развивать. Мединский ушел, министр культуры Мединский ушел, вместо него назначили женщину, которая занималась телеканалом, ну, этим православным телеканалом там каким-то. И... Да, есть такой чудесный канал, и, в общем-то, недавно вот на крещение, на другие праздники там обсуждали священнослужители, сколько необходимо православным людям вина покупать. И мне нравится, один из священнослужителей говорил, берите ящик, не будьте, будьте щедрыми. Вот это, я понимаю, это вот... Для меня этот подход понятен. Давай, ваше другой новости, потому что сериал еще продолжится, и мы еще вернемся к этому. Да, я просто сейчас ищу видео по этому поводу. К международным новостям, правда, за неделю она немножко так успела протухнуть, в некотором смысле, это то, что у нас третья мировая чуть не началась, иранский кризис, так называемый, то есть в прошлом выпуске, если вы помните, мы обсуждали, что иранцы там напали на американское посольство, в ответ американцы убили чувака этого генерала иранского, второго человека в Иране, в ответ на это, ну вот дальше, кстати, интересные вещи произошли, в ответ на это иранцы обстреляли американские базы, но об обстреле при этом предупредили за 6 часов до обстрела, то есть мы типа сейчас вам ответим, но вы там подготовьтесь к этому, чтобы никого не было, после обстрела американцы заявили, что никто не пострадал, но потом через несколько дней выяснилось, что все-таки 11 раненых, то есть знаете, такое ощущение, как два забияки в школе, знаете, два каких-то негласных лидера класса пытаются выяснить отношения, но так, чтобы не подраться, договорились заранее, что типа давай вот это твое, вот это мое, и сейчас мы как-то так, ну то есть один, знаете, как один шел, предположим, идет в проходе и споткнулся о ногу другого и подумал, что этот мне специально ногу подставил, а тот не специально, и вроде как надо теперь это разрулить, и надо как-то, чтобы все с лицом остались после этого, в общем, третья мировая война откладывается еще очень-очень надолго, судя по всему, слава богу. Вообще, да, напоминает деревенский старый анекдот, когда бабушка приходит к дедушке старенькому, он говорит, слушай, а давай мы как в молодости, он говорит, а как, давай встретимся у стога сена в 9 часов вечера, вот, ну, дедушка оделся получше, одел тулуп, даже поменял там портянки, приходит к этому, в общем-то, стогу сена, ходит, ждет, ждет, и никого нет, он замерз весь, прибегает в хату, а бабка сидит, такая, кушает спокойно, говорит, слушай, что ты не пришла, я что-то там не сдох у этого востока, говорит, а меня мама не отпустила, понимаешь, вот здесь, почему, а вот мама не отпустила, то есть, на самом деле, вот эти правила, они все остались, и вот ту игру, вот этот сценарий, все соблюдают, они как бы кого-то, другие, как бы, выстояли по каким-то там, нужникам и складам американской армии, которые надо было утилизировать, то есть, короче, все отработали свой бабло и разошлись по домам довольны, да, давай, к более интересной новости, по моему мнению, скандал, ну как скандал, не все спокойно в королевской семье Великобритании, с ума сойти, да, вот я, меня всегда это волновало, да, люди, которые ограбили, да, половина мира, подожди, давай, давай я скажу заголовок, принц Гарри и Меган Маркл, это его жена, отказались от королевских привилегий, не предупредив Елизавету Вторую, и теперь всем интересно, как они будут зарабатывать на жизнь, правда, за неделю это уже выяснилось, но мы сейчас дальше это обсудим, так что ты хотел сказать? Да, я хотел сказать, всегда вот эти новости, вот всех волнует английская семья, королевская, эта семья на протяжении столицы, конечно, вместе со своей любимой империей британской, грабила, погибли миллионы людей, то есть никакой моральной ответственности никогда вообще эта семья, эти люди, но они были всегда в таком топе новостей, всем было очень интересно, их жизнь различная и всякая подобная ерунда, ну, мне, чем они могут зарабатывать на жизнь? Ну, чем может зарабатывать на жизнь человек, предки которого ограбили половину мира? В общем-то, сидеть, не знаю, в Калифорнии или там в другом каком-нибудь теплом месте на берегу курить, там, выпивать и всю жизнь оставшуюся улыбаться, вот эти игры семьи, что кто-то в армии служит, кто-то зарабатывает своим тяжелым трудом на заводе, ну, это смешно, скажу честно, потому что у каждого из них, конечно же, есть достаточное количество средств, чтобы жить безбедно и, ну, не заниматься вот этими всеми шоу, связанными с династией королевских. Ну, я так понимаю, что, не, во-первых, я скажу так, почему-то в США очень, очень популярна вот эта британская королевская семья и такое, знаете, создается впечатление, как будто они все еще живут как будто в британской империи и ощущают, знаете, какой-то себя неполноценными родственниками, которых выгнали из британской... Непровинции, неполноценные провинции, как будто вот эти вот королевская семья, там еще что-то так прикольно все, а мы тут в своей Америке с каким-то президентом, вот серьезно скажу, тут желтая пресса, они постоянно пишут, даже не считая этого события, постоянно на главных обложках эти все королевские семьи, ну, тут в первую очередь можно, конечно, Меган Маркл упомянуть, потому что она все-таки голливудская звезда была и женившись на принца Гария. Честно, кстати, фильмов особенно таких замечательных с участием я не нашел, и, кстати, вот интересный момент, очень на фоне Трампа выглядит английская королевская семья, потому что явно вот Трамп королем, в общем-то, ну, вы понимаете, был бы весьма очень оригинальным, хотя, кстати, в истории встречались английские короли такого типа, как Трамп, вот, такие люди, в общем-то, известны, и тут, в общем-то, очень хорошо на контраст играть в прессе, с одной стороны, вот такие, в принципе, милые молодые люди, английские и тут обычные, такой рыжий бизнес-жлоб из Нью-Йорка, который творит какие-то невероятные вещи. Здесь это очень хорошо на контраст делать. Мне больше интересно, вот, Меган Маркл, ну, человек там, сделавший себя, зарабатывала какие-то деньги, как актриса, она попала в королевскую семью, где вся твоя работа заключается в том, чтобы, в общем-то, изображать королевскую семью, то есть, ходить там на приемы, ходить там на открытие каких-то благотворительных организаций, ну, то есть, быть, просто каким-то, ну, изображать что-то постоянно из себя. Играть. Играть. Ну, хорошо, играть, но играть одну и ту же роль, одну, все, все постоянно. И я думаю... Она хочет играть разными. Да, и она думает, что это она, в основном, тот человек, который вот своего мужа сказал, что я тут больше не могу, давай, давай отсюда какой-нибудь свалим все-таки, потому что это, это невозможно так жить. И, в принципе, я тоже не представляю, как так можно жить. Конечно, они там, родившись и выросши во всей этой ситуации, кто-то может сказать, ну вот, у тебя же там куча денег, все равно есть, и за это платят, чтобы ты изображал вот это вот все. Но это постоянно одно и то же. даже, вот как можно определить... Тут очень важный момент, смотри, на мой взгляд. Там есть очень важная персона, и это не Меган и не принц, это королева, которая, которая, в принципе, как и бабушка, прабабушка, Виктория, она решает все вопросы. То есть, настолько декоративный уровень принцев и всей семьи, пока жива королева, что просто дальше некуда. Меган, она не воспитывалась в этой семье, и, возможно, на нее вот это давление авторитета королевы, конечно, оказывает негативное впечатление. При этом, она очень хорошо может, в общем-то, манипулировать своим мужем. Я еще подожди, извини, я еще хочу добавить, что даже когда умрет королева, Меган Маркл все равно останется той декоративной. Она так, если у других там в очереди престола наследования на что-то есть, то она в очереди, по-моему, там 26-я какая-то. Ей вообще ничего не светит. Она так и будет до конца жизни декорацией. Но дело в том, что есть ведь люди, возможно, у которых есть маленькие потуги вообще какой-то независимости. Тем более, у нее была хоть какая-то карьера, она хоть что-то сделала в жизни, кроме того, что ей говорили. И это не пункт, это просто желание вообще жить и делать то, что она, в общем-то, хочет делать. Плюс к этому, она очень хорошо может манипулировать принцем, потому что у принца трагически погибла мать. Мы не будем говорить, есть всякие конспирологические теории, что ее в Париже, в общем-то, подстроили это убийство и так далее. Мы не будем это обсуждать. Но матери, и говоря, и напоминая постоянно принцу о том, что, в общем-то, история с матерью, с тем, что она пожелала быть независимой, плохо кончилась, очень хороша для того, чтобы он абстрагировался от семьи и жил какой-то своей собственной жизнью. Я считаю, это нормально, когда взрослые люди хотят жить и делать то, что не хотят, и это очень прекрасно. Согласен. Ну, в общем, нам интересно в комментариях почитать ваше мнение обо всей этой ситуации. Даже сам факт, что мы, вот какие-то левые люди в плане нас, Стефаныча и Альберточа и куча других людей на телевидении обсуждают твою семью и говорят, тебе надо было так делать, не надо так было делать. Это уже, ну, согласитесь, вот кто-то бы влез в вашу семью и говорил бы вам, вот, вот вы так неправильно, вообще какие-то левые люди, которых вы даже не видели никогда, что вы вот это неправильно сделали, вот это неправильно. Там, конечно, тоже есть несколько странных вещей, например, они хотели сохранить за собой титул герцогов сасокских, чтобы на этом зарабатывать деньги, то есть у них какой-то там лейбл, не лейбл, а как это... Назовем, да, фирма. Фирма. Фирма просто не мерчедайзинга королевской семьи, то есть они будут вышивать майки, печатать, делать фотографии, кому нужно, да, вот там селфи с представителями королевской семьи, то есть зарабатывать как могут, да, потому что они могут зарабатывать, с одной стороны, актерскими данными, с другой стороны, какими-то терестными вещами, то есть очень широкий спектр. Но в самом деле, если я не ошибаюсь, принц даже был на нескольких операциях боевых, его брали там. У него есть, возможно, какая-то профессия все не заканчивать могли. Оксмор, Гребрижи, работать где-нибудь в офисе, сидеть, в общем-то, ничего не делать, получать какие-то деньги. То есть всегда есть возможность сделать какую-то офисную карьеру, совершенно пустую, но при этом получать себя за это. Да, ну и там еще вопрос, понимаешь, с одной стороны, конечно, лишаются всех своих привилегий и прочего, но они все равно остаются очень хорошей мишенью для каких-нибудь террористов, чтобы их захватить и как-то шантажировать королевскую семью или правительство в Британии. И получается, они вроде как перестают быть этими королевскими особами, но на них все равно будут тратиться деньги по их защите, по их чтобы в каких-то условиях они все-таки вменяемых жили, то есть такой, знаешь, вопрос. Но, с другой стороны, это свобода, то есть Меган Маркл, видимо, не хочет вот вариться постоянно в одном и том же вот этой королевской фигне, не знаю, как это надо. Ладно. Супе, супе. В этом королевском супе, да. Супе, королевский суп. Вот свежая новость в плане здоровья. Вспышка нового коронавируса в середине декабря 19-го года в городе Ухань в центральном Китае среди местных жителей, связанных с рынком животных и морепродуктов Уханя появилась пневмония неизвестного происхождения. Впоследствии китайские ученые выделили новый коронавирус и установлено, что он не менее чем на 70% похож на генетическую последовательность, вызывающую тяжелый острый респираторный синдром, также известный как атипичная пневмония. В общем, очередная вроде как эпидемия коронавируса. Могу сказать, что в США уже практически все аэропорты закрыли воздушное сообщение с городами в этой провинции Ухань и идут вот эти исследования коронавируса, которые там происходят, что он вызывает, уже несколько смертей было, но человечество, к сожалению, смертно, к сожалению, смертно из-за вирусов, и что я по этому поводу могу только сказать повышайте свой иммунитет, потому что любые болезни на самом деле у вас лечатся, если у вас есть сильный иммунитет. Лекарства могут только ну как-то помочь перенести, что ли, но если вы слабы, если у вас нет иммунитета, то, к сожалению... Ну вот, Альбертович, тут дело в том, что тут несколько есть моментов, которые могут оказывать влияние. Первое, иногда есть медицинские организации, которые на небольшие атипичные случаи обращают специально внимание, для того, чтобы получить просто поддержку для своих исследований и так далее. Второе, огромное количество химических предприятий в Китае, которые производят различные товары народного потребления, различные добавки пищевые, которые существуют. Все это влияет на возникновение вот этих новых опасных вирусов, на мой взгляд. И, безусловно, это опасно для новой болезни, они всегда возникали, они будут. Другое дело, как себя обезопасить. Здесь, в Риме, я постоянно вижу, буквально рядом находятся граждане Китая. Я не знаю, откуда они приехали мне, но мир настолько сейчас взаимосвязан, вот я работаю в университете, где очень много китайских и, безусловно, я не приду руководству, не скажу, знаете, вот, меня нужно от них отгородить, или мои коллеги с ними работают. Мир настолько взаимосвязан и настолько мало, в общем-то, оказывается влияние и тратить сейчас в современном мире на производство и разработку новых лекарств, что это огромный позор для цивилизации. Я считаю, что больше денег надо тратить не на оружие, не на компьютерные технологии, а на технологии, которые бы позволили бороться с опасными заболеваниями и, в общем-то, немножко может продлить жизнь людей или человека. Но даже не только на заболевания, а чтобы сделать лекарства доступнее, вакцины доступнее. То же самое, согласен. Да любые лекарства, которые есть, да. Сейчас, конечно, сейчас, конечно, есть еще и другая сторона, которые, во-первых, есть антипривыточники такие люди, а во-вторых, есть люди, которые считают, что на планете слишком много людей и хотелось бы, чтобы часть из них умерла. Вот они вполне могут приветствовать эту эпидемию, но они не понимают, что любая эпидемия, она не будет выбирать свою жертву. Эпидемия это на той эпидемии, что чистая случайность, заразишься ты или нет и умрешь ты или нет. И перенаселение планеты это тоже такой, по-моему, миф. Если... Я, если не ошибаюсь, есть такой чудесный коллектив Psychic TV и невероятная персона Genesis Peorich, и вот они там писали, есть такой храм вечной молодости, и они пишут различные манифесты. И в одном они, в общем-то, изложили весьма трезвую идею, что люди это вообще паразиты, которые существуют на планете Земля и уничтожают других. И если разобраться, действительно, люди мало того, что уничтожают другие виды, природу, озоновый слой, они еще уничтожают друг друга. Вообще, это очень опасный вид живой жизни. И по этой самой причине самые продвинутые люди вообще должны бороться за то, чтобы этот вид собственно уничтожить и как можно меньше было таких существ крайних. Тут, знаете, очень можно к странным выводам прийти, логическим, если над этим рассуждать, на мой взгляд. Люди сами по себе склонны к разрушению, к саморазрушению и к смерти. У людей есть такой странный, непонятный интерес к смерти. Об этом еще дедушка Фрейд после Первой мировой войны писал, говорил, болезни были, они, к сожалению, останутся. Хотелось бы, чтобы было меньше. И хочу еще раз извиниться за прерывание иногда Стефаныча, потому что еще раз напомню, он в Риме находится, он нашел какую-то кафешку с интернетом, но зато обратите внимание, как он хорошо звучит. У него наконец-то микрофон. звучит, да, я залез на один из холмов римских. Вот давно просто здесь не видно дорога, которая идет в Ватикан направо, налево дорога, которая идет в Рим, напротив отели, один из них, кажется, Мидос называется. Короче, прекрасные пейзажи, горные, я бы сказал. Нахожусь на улице, но всегда ради того, чтобы сказать что-то нехорошее, поклеветать, я даже готов зарезть на гору, главное спуститься мне потом отсюда. Ну вот к следующему событию, которое несколько недель собственно происходило, ты говоришь, человек склонен к самоуничтожению, здесь скорее природа хотела человека уничтожить, это пожары в Австралии, лесные пожары в Австралии, но интересно, что погибло только 25 человек, это на самом деле очень немного, зато оценочно более миллиарда диких животных, в том числе и каал, великопитающих. Вот только перед этим я говорил, да, вот я только про эту концепцию, да, пиори вот про уничтожение живой природы, а ведь заметь, люди в Австралии часто поджигают вот эти кусты, кустарники, буш, для того, чтобы добывать золото, потому что нам мешает мыть, копать, для того, чтобы мешает вести сельскохозяйственную деятельность. Сколько, допустим, аборигенов погибло, как над ними издевались так называемые цивилизованные люди, забирали у них детей совершенно вот просто в свои семьи, потому что считали недоразвитыми этих аборигенов. и вот сейчас пик вот этой карьеры цивилизованной людей в Австралии, это вот этот кошмарный, просто так ничего не бывает, к сожалению, вот этой всей деятельности. То, что погибло людей, мало, слава богу, что это получилось, но люди, это, к сожалению, не очень опасные существа, которые уничтожают все вокруг. Ну, я могу еще по своему опыту сказать, потому что в Калифорнии каждый год тоже происходят пожары, и в прошлом году они вообще были очень серьезные, мы тут ходили в масках, я сейчас здесь найду, конечно, фотографию, как в Сан-Франциско. А в какой ты в маске ходил? Зайчика или лисички? Я не знаю, котика? Все ходили в масках. В маске там раздали просто... Не, не, это покупать надо было, там люди в совершенно разных... Ладно, я не буду сейчас искать уже эту фотографию. А представляешь, что ты... А вот, представляешь, в Калифорнии раздали бы бесплатно траву, гашиш, марихуаду, люди попкурились и ходили в масках, в зайцев, просто веселили друг друга. Вот это было бы интереснее, а то в каких-то масках... Ну, поверь, тут и без этого, без раздачи тут есть очень странные персонажи периодически в... Если ты не в курсе, в США нету психиатрических больниц, их Рейган закрыл в свое время, и все mental illness люди, все... Они все на улицах бомжуют, то есть встретить в США сумасшедшего на улице, это совершенно не проблема. понимаешь, Рейган, как актер, он понял, что либо людей будет больше актеров в Голливуде, для того, чтобы их было больше, тех актеров в Голливуде, надо вообще закрывать психиатрические больницы. И вот обратим внимание, люди пошли, которые из больниц, в президент, в парламент, в конгресс, то есть пошла... Вот у нас надо тоже закрывать их и начнется жизнь будет интереснее, разнообразнее. Ведь откуда вообще появились многие диагнозы психиатрические? Они появились в начале 20 века, потому что очень хотелось, чтобы люди были разделены и разделить людей, которые могут работать и хотят работать, от тех, которые не хотят. Ведь в диагнозе шизофрения, допустим, есть такое положение, что шизофреник одна из особенностей диагноза, человек, который категорически не хочет работать. Если он не хочет работать, значит, что-то не то с ним, значит, уже можно диагноз, значит, его уже надо лечить, где-то что-то принуждать и так далее. А здесь, безусловно, есть люди, требующие помощи, психиатрические, сострадания, но есть люди, которые, да, они немного или совсем немного чем-то отличаются, содержать их в психушках, это, конечно, слишком, на мой взгляд, карательная психиатрия, сразу вспоминается, которая была в Советском Союзе, это, конечно, тоже мрак, когда просто инакомыслящих объявляли сумасшедшими. И сейчас такое есть, вот ты знаешь, это, да, вот, кстати, извини, если вернуться к тебе лично, вот в советское время присмотрели твои личности, тебе шизофрению впаяли, вот, сто процентов, потому что, смотри, ты не склонен работать, ты не склонен работать в коллективе, у тебя была странная внешность, какие-то выкрашенные волосы, ты занимался странной деятельностью, всю музыку какой-то, с какими-то непонятными текстами, то есть, на самом деле, вот по раскладам психиатрическим, ты глубоко больной о социальной теме, Арбертович, скажу тебе честно, как специалист, поэтому расслабься, и ты присоединяйся. Блин, а что я хотел сказать по этому поводу? Что-то ты... Я же забыл, ты испугался, что звонят уже в дверь санитары, тут прилетели санитары из-за... Тогда к следующей новости, Apple начала автоматически сканировать все фото на iCloud, и компания объясняет это борьбой с сексуальной эксплуатацией детей. А какие фото вообще? Все. Ну вот смотри, у тебя явно не iPhone, я тоже iPhone не пользуюсь, но те фотографии, которые я делаю, у меня настроено, что они автоматически загружаются в Google Photos, чтобы к ним можно было добраться через интернет. То же самое и у владельцев iPhone. Есть у них эта фигня iCloud называется, iCloud, то есть все твои фотографии типа есть в облаке, к которому имеешь доступ только ты. Но на самом деле Google их сканирует, и как они говорят, если они там какой-то алгоритм видят на фото предмет сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, то видимо что-то с вами будет. Странная история. На мой взгляд это обычная банальная история сбора информации о людях. А потом это будет собрано продаваться какими-нибудь компаниями, использоваться крупными корпорациями для манипулирования людьми. Дай бог, чтобы это была только реклама, а не в плане какой-то безопасности и каких-то других более серьезных вещей. Я думаю, это конечно все на рекламу делается, потому что безопасность кому в некотором смысле кому мы нафиг нужны и обработать такой прям массив информации это довольно сложно от всех пользователей вычленить тебя одного, чтобы тебе что-то сделать. Но вот заработать на тебе дополнительные деньги. Есть институальные технологии. Может быть технологии связанные с искусственным интеллектом, которые будут как раз долгое время говорить, что никто не сможет допустим с голос набирать текст или анализировать. А потом кто-то придумал совершенно простую вещь анализировать по каким-то словам связкам. Я не в том плане, что это невозможно. Я в том плане вот то есть конкретно например я, зачем я нужен айфон, что с меня взять там предположим сейчас или в будущем. чем ты будешь завтра заниматься. Сбор информации, а чем я буду завтра заниматься, никому ж неизвестно. Может быть послезавтра там не знаю, тебя возьмут в американскую армию и ты будешь там направлять ядерные ракеты куда-нибудь в космос против Марселла. Ведь это никому неизвестно. Поэтому я считаю, что любая информация информация мало не будет. на мой взгляд. Да, да, это совершенно так и есть. То есть информация это в некотором смысле нефть 21 века. То есть именно скорее это будет все больше и больше стоить денег, чем какие-либо ресурсы на этой планете. Потому что уже столько альтернатив нефти придумано в принципе кстати, чем Россия не занимается к сожалению. К сожалению, да. И другие страны тоже вообще не умеют постсоветские страны очень отвратительные плохо вообще работают с информацией даже той которая у них лежит на поверхности которую можно раз раз да так пропал как будто отключился я могу сказать что в Германии в прошлом году был какой-то они даже специально это отмечали был один день когда все электричество в Германии было взято из возобновляемых источников то есть там от ветряков от солнечных батарей еще там от приливных каких-то электростанций вот это отливных вот это путь отливных вот отливных да отливных это хорошее название отлило и раз и раз мы уже взялись за айти то следующая новость Вячеслав Макаров один из руководителей директор по продукту Wargaming это те которые World of Tanks создают замыслил создать партию прямой демократии которая будет бороться за места в региональных парламентах в оргкомитет войдут Алексей Пелько Борис Чигидин заместитель юридической службы Яндекс.Деньги Олег Артамонов блогер на Хабре Тимофей Шевяков бывший сотрудник живого журнала и причем исполкома единой России тоже почему-то для членов партии будет запущено это хобби это у него хобби в единой России как раз это для членов партии будет запущено мобильное приложение на блокчейне через которое они смогут голосовать по предлагаемым партии вопросам ну то есть грубо говоря айтишники решили создать партию зачем-то у меня знаешь такое впечатление как всегда это какой-то знаешь есть такие нехорошие и очень я вот уезжал такие слухи что вообще им заказали эту партию я вот я и хотел это сказать что ну а зачем в принципе а рассказываю потому что появилось появились люди которые молодые люди которые ищут реальную оппозицию которых вообще не удовлетворяет и которые реально могут сделать что-то и даже весьма нехорошее поэтому им нужно представить очень модных молодых классных людей которые с современными средствами это интеллектуальные люди которые которые бы могли их оттянуть на свою сторону вот как помнишь там всякие фестивали там нашествия проводились да там за деньги за господин вот это по сути но уже рок это музыка для людей которым потрясатник за сорокет не очень много молодых людей вообще этим увлекается молодых людей увлекает интернет сфера поэтому для них нужно сделать даже футурологически чуть с опережением новую партию которое могло их объединить но это бы находилось потому что если это выйдет из-под контроля будет очень плохо потому что эти люди в какой-то момент смогут реально претендовать на власть за ними будущее поэтому в общем-то очень трезво нам да я абсолютно согласен со Стефанычем это очень выглядит как заказ на создание такой партии в первую очередь из-за например человека с бывшего исполкома единой России внезапно партия в моем представлении всегда политическая партия это какая-то идея то есть ты идешь ты вот живешь и ты понимаешь что тебя что-то не устраивает в том что происходит в своем районе в своем городе ты хочешь это изменить для того чтобы это изменить надо идти в политику ну то есть как глобальные какие-то вещи там это обычные вещи я имею ввиду то есть какой-то перекресток на светофорной перекрестке поставить хотя это можно и кстати через обращение в ГАИ сделать так на всякий случай построить магазин в районе и так далее то есть если у тебя не получается это сделать обычными средствами это в идеальном мире я говорю в идеальном мире ты идешь в политику становишься там районным депутатом потом там городским и у тебя получается это все делать вот как-то продвигать ты можешь лоббировать интересы компанию что сделано в США мне кажется очень правильно что здесь все в открытую то есть тебе там Макдональдс занес конгрессмену деньги чтобы он пролоббировал снижение налогов на свинину на говядину что там бургеры делают это все видно это все в документах видно все понимают потому что есть люди которым нравится это снижение есть люди которым наоборот считают что Макдональдс надо запретить и это все прозрачно у нас же только одни люди имеют право руководить это крепкие хозяйственники вот они сидят ну и чекисты во главе всего этого дела вот они только могут что-либо делать а все остальные должны выпускать пар постоянно и для них вот создаются всякие такие рзац партии а кого не могут то есть тут и а если ты не можешь это подтянуть под это дело то можно какие-нибудь теории заговора сделать то есть вот настолько это все мозг ломает и так расстраивает что ты не можешь участвовать в жизни страны в жизни там города своего и так далее вот почему никого из вас вот наши зрители не смущает что в вашем городе в вашем районе делается что-то не спросив вас грубо говоря даже не то что не спросив а не поставив в известность даже просто то есть вывод здесь какой вот альбертыч он так рассказал как светофоры вот ставят светофоры часто на перекрестках не спрашивая но и знаете кто это делал это делал альбертыч вот он так профессионально объяснил как ставят светофоры я просто в городе идешь а не светофоры и вообще в этом виноват альбертыч а не власть потому что он вошел с властью в сговор и везде ставят светофоры Задолбал их записками постоянными, знаешь. Да, записками, звонками. И он, типа, уже и они говорят, слушай, давай поставим эти светофоры вообще один за одним, лишь бы он отцепился, он же, типа, болит этот чувак вообще. Ну, хорошо, но из этой новости мне нравится идея, то, что они будут голосовать через приложение на блокчейне. То есть это имеется в виду, что у них там есть биткоины, и они за вопросы, грубо говоря, будут платить. То есть вот эта интересная идея, я всегда думал, а почему вот... Вот есть, например, у нас какие-нибудь официальные партии, да, там есть коммунисты, вот в России возьмемся, коммунисты, справедливая Россия, там, единая Россия и кто там еще? Ну, яблоко, предположим. Яблоко будет платить яблоками, коммунисты маленькими, такими гробиками. Нет, нет, я не про это, нет. Я хотел сказать, что вот ты платишь налоги, часть из этих налогов идет на содержание всех этих партий. Так почему не сделать так, что вот у меня каждый месяц мое приложение спрашивает, вот эту часть ваших налогов, в какой партии вы хотите, чтобы она ушла? И, грубо говоря, это конкретно ты деньгами поддерживаешь ту партию, которая тебе интересна. И они за твои деньги там проводят предвыборные кампании, пытаются избраться и так далее, и так далее. То есть вот это прямая демократия через деньги. Ну, ты знаешь, там ребята, в общем-то, ловкие, они придумывают какие-то технологии, мы будем просто следить за ситуацией, будем ставить светофоры. А что будет, в общем-то, да, это будет не мир танков, а мир какие-нибудь, мир председателей партий. То есть там будет новая игра Рубилова в парламенте. Там будут выскакать все с мячами, с косами и друг друга. Все это будет за Яндекс.Деньги, ну, что-нибудь такое. Давай к следующему. Ну, мы уже постепенно к концу подходим. У нас остались новости культуры, новости спорта. Объявили номинантов на Оскар. Я их не буду особо перечислять. Так, сейчас я уберу фотографию. У нас тут все висит фотография этого чувака, который партию органил. Это, в общем-то, вот он и есть здесь такой. На Стефана еще чем-то похож, кстати. Он-то большой любитель хэви-металла. И он очень хорошо поддерживает белорусскую группу Годстауэр и World of Tanks. Вообще это контора. Там очень много любителей хэви-металл музыки. Так и очень много электронщиков тоже там сидит, которые... Но их так не поддерживают, скажу честно. Виниловые пластинки и клипы World of Tanks им не снимают точно. Электронщиков там сидит невероятное количество. Почти первое, второе поколение белорусских электронщиков почти все там. Но поддержки такой нет. Это их дело, кого поддерживать и обсуждать. Потому что и те, и другие мне хорошие товарищи. И дай бог им всем здоровья. И металлористам, и электронщикам. Главное, у них есть место работы. Они не эмигрировали из страны. Они более-менее обеспечены. За что, в общем-то, миру танков спасибо человеческое. Сейчас я все пытаюсь картинку к этому Оскару найти. Но пару просто интересных деталей по поводу номинантов на Оскар. Например, Скарлетт Йоханссон впервые получила номинацию на Оскар. До этого ни разу у нее не было номинации. Так мало того, что она ее получила, так у нее еще и двойная номинация. И за главную женскую роль в фильме «Брачная история». И за роль второго плана «Кролик Джорджо». «Паразиты». Это та кинолента, о которой я тебе говорил по итогам 2019 года. Которая меня, пожалуй, поразила за прошлый год. Это южнокорейская картина. Первая южнокорейская картина в истории, которая одновременно попала в категорию «И лучший фильм, и лучший фильм на иностранном языке». То есть они и туда, и туда ее запихнули. Мартин Скорцезе стал постановщиком с самым большим количеством режиссерских номинаций из ныне живущих. Из тех, кто умер, больше только у Уильяма Уайлера, и режиссера Бен Гура, если кто смотрел. Том Хэнкс получил свою первую номинацию на «Оскар» за 19 лет. Мне всегда оказалось, что Том Хэнкс чуть ли не каждый год получает эти номинации. Оказалось, нет, вот 19 лет он не получал никакой номинации. Антонио Бандерас получил свою первую номинацию на «Оскар» вообще, в принципе. Зато рекордную 52-ю номинацию на «Оскар» получил Джон Уильямс. Это композитор ко многим фильмам, из самых известных это «Звездные войны», естественно. Но он для многих написал, тут «Звездные войны» даже не самое, может быть, даже популярное. «Джокер» получил 11 номинаций на «Оскар». Это самое большое количество номинаций для фильмов по комиксам. Хотя вот «Джокера» тоже можно обсуждать. Я бы не сказал, что это прям фильм по комиксам, потому что если убрать оттуда «Джокера» и вот оставить что-то, вот игру самого Хоакина Феникса, он тоже будет смотреться необычно. Ну, в общем-то, вот по «Оскару» всё. Ты что-нибудь хочешь добавить ещё? Да ты знаешь, что тут добавить ещё много достойных людей, которые должны получить, наконец, эти «Оскары». Вот много людей, которым вообще их... Очень хорошо, знаешь, как голливудская сказка, что каждый должен получать то, что заслужил, да, как в сказках. В жизни, конечно, это не так. А вот нынешний «Оскар» отчасти даже весьма так... Поэтому я считаю, что всё хорошо с «Оскаром». Мы будем следить, кто, в общем-то, получит какие номинации, какие получит премии. Ну и, блин, для тебя всё это... Фотка этого чувака висит, ещё не успеваю. Значит, она нуждая. Она будет фотка по всем темам, понимаешь? Это очень важно. Вот. Можно взять планшет и разрисовывать. Вот ты говорил, допустим, о «Джокере». Раз ты его подрисовал, получился «Джокер». Стер современные технологии, понимаешь? С любой фотки любого чувака, вот мы говорили про «Эппл». Можно будет делать любые изображения. Свою вставил, и через минуту ты в «Джокера» превратился. Сделал просто мультипликационный по комиксам. Всё, поставил, наконец-то, фотографию сборной Канады. Последняя новость из мира спорта у нас идёт. Ну, тоже уже довольно не самая свежая, но мне это хотелось обсудить, сам вариант. Был финал молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором играли Канада и Россия. Но канал «Матч ТВ», да, сборная Россия проиграла в этом финале, она проиграла Канаде со счётом 3-4, но канал «Матч ТВ» почему-то показывал финал другого года, в котором сборная России выиграла. И многие болельщики, не знавшие о переносе трансляции во время финальной игры... А, ну, там проблема в том, что прямой эфир купил себе первый канал, то есть прямой эфир шёл на первом канале, но до этого весь турнир транслировал «Матч ТВ». И многие болельщики по привычке включили «Матч ТВ», не зная о переносе трансляции, и смотрели, в общем-то, вот этот старый финал, в котором сборная России победила Канаду 5-3. Это финал был 2011 года. И стали, в общем-то, в соцсетях поздравлять сборную России с победой. Как вот такое могло произойти, в принципе? А я тебе расскажу всё. Потому что, смотри, свежий, да, продукт, вот он настоящий, он стоит дорого. Есть, которые заряжались, то с того года, смотри, трансляции, что их выбрасывать, тем более выиграли. Поэтому, вот, у кого есть деньги, тот покупает много. У кого немного меньше, тот покупает более старый «Матч», да, вот там, прошлого года. А у кого, допустим, какие-нибудь региональные компании, у них вообще нет бабок, они покупать будут вообще по запросу. То есть, это, знаешь, как в магазине. Вот свежий, там, продукт, вот он стоит столько-то, не мне тебе рассказывать, более залежалый и так далее. Это совершенно нормальная ситуация. Вот почему есть, как бы, старые сериалы, они же дешевле стоят, согласен со мной? А новые сериалы, только что снятые, фильмы, премьеры, они дорого стоят. Вот тоже и в спорте. Спорт, он мало сейчас отличается. Это не спорт, там, в 50-е годы, высоких достижений, когда, там, постоим за страну, там, обостремся, ну, как бы, не пустим врага и так далее. Вся эта история закончена. Спортсмены, это люди, люди шоу, у них татуировки, какие-то, там, невероятные прически, они уже не спортсмены, они публичные личности. Поэтому матчи должны продаваться, как, собственно, не знаю, как фильмы, как... А то, что, ну, ошиблись, ну, люди обрадовались, радость людям достали. Ну, проиграли они. Давайте крутить вообще только, сделаем канал, назовем Наши Победы. То есть, спортивный канал Наши Победы, где вообще не будет ни одного проигрыша, там, российского спортсмена. Там будут только победы. И тут ты включил, Сурай, посмотрел, ёппарат, мы же побеждаем. Мы же тут что-то устроение. Так, Стефаныч, вообще, вообще там что-то уже какие-то пошли лаги. Видимо, итальянский интернет начинает потихоньку себя исчерпывать, видимо. Всё уже вычерпал, большой ложкой к вечеру итальянцев интернета не останется, пока мы тут записывали. Спасибо, спасибо, что досмотрели до конца. В комментариях, пожалуйста, ну, мы всё ещё находимся в такой технической неопределённости. То есть, пока это всё ещё тестовые запуски такие. Пишите в комментариях ваши отношения к этому. Мы будем стараться делать эти выпуски регулярными раз в неделю. И ещё в комментариях, пожалуйста, пишите те темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсуждали в следующем выпуске. Мы тоже на них будем ориентироваться. Итак, сверху был Стефаныч с вами. Да, мне сигнализирует, что уже подготовили пиццу, я нахожусь на улице. Кстати, завтра в время 16 градусов буду играть в баскетбол, но вот уже чуть-чуть холоднее стало. Я тут периодически пью лучший в мире итальянский кофе. Чего и вам желаю. До встречи в следующий раз. Вернусь в родной Минск. Спасибо, пока. Всё, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»